Заместитель главы города Олег Костенко сообщил о кадровых изменениях в администрации. На должность заместителя главы Анапы принят Владимир Забураев. С 1990 года он занимал руководящие должности, более 15 лет провел на руководящих должностях муниципальной службы. В администрации Анапы Владимир Забураев будет курировать вопросы транспорта, связи гражданской обороны и жилищно-коммунального хозяйства. И еще одно назначение на должность главы администрации Субсехского сельского округа назначен Иван Проченко. Ранее он трудился главным специалистом управления по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города-курорта Анапа. О планах работы на неделю доложила первая вице-мэра Анапы Светлана Яровая. Курортный сезон сменил сезон строительной службы муниципального контроля постоянно следит за строительными площадками, безопасностью и санитарным состоянием. Обсудили подготовку города к Новому году и на этой неделе запланировано открытие нового помещения для МФЦ. Заместитель мэра Анапы Людмила Терещенко обратила внимание на благоустройство и санитарный порядок в сфере придорожной торговли и потребительского рынка. Давайте превентивные меры примем, подготовим распоряжение и закрепим конкретно. Ни один участок, вот в Гоставаевской, я вам скажу, убрали эту телевую, я не знаю, после нашего раздорожда, это случайно получилось. Вчера я не был, у меня нет этой телевики. Но все равно сама ярмарка, ну она как-то не такая, какая должна быть, понимаете? Нет того антуража. А делать надо сейчас, потому что сейчас нет торгующих. Ну возьмите в воскресенье. Один кафе написал, другой еще что-то делал. Вот в третьем вместо клумбы там кусок грязи лежит, как с машин сыплется вот так после того. И все это выметается на проезжую часть, там рядом с проезжей частью. Так не должно быть. Организация технических зон в акватории Черного моря – особая проблемная тема. В зоне купания и отдыха людей прокат гидроциклов и других маломерных судов неприемлем. Заместитель Моранапы Людмила Мурашова рассказал об итогах Дня здоровья и заострил внимание на изменениях федерального закона о полиции. С 13 по 16 ноября в городе Раменской Московской области состоялись соревнования на Кубок России по дюдо в рамках соревнований для слабовидящих спортсменов. Организаторами выступили Министерство спорта России и Центр спортивной подготовки сборных команд России. В соревнованиях участвовали спортсмены-инвалиды по зрению первой и второй групп не моложе 18 лет. Город-курорт Анапа представил воспитанник детско-юношеской спортивной школы номер один Юрий Далакян. По итогам соревнований в весовой категории 73 килограмма Юрий одержал уверенную победу и занял первое место. Об этом доложил заместитель мэра Анапы Сергей Козлов.